На календаре 20 ноября. 20 ноября 1854 года в Самаре прошли торжества по поводу восшественного престола императора Николая I. Военные гражданские чины и почетное купечество Самары по принесению обычного поздравления начальнику губернии отправились в Изнесенский кафедральный собор на божественную литургию. Ее совершал Преосвященный Евсевий, епископ Самарский Ставропольский. В храмах весь день продолжался колокольный звон, а вечером город был иллюминирован. 20 ноября 1891 года героем публикации в Самарской газете стал оригинальный зритель. Будучи от рождения незрячим, он старался не пропускать ни одного спектакля в городском театре. Автор заметки так рассказал об этом зрителе. «Зрение ему заменяет тонко развитый слух. Вы же ничего не видите, — говорят ему соседи. — Я их пост и телодвижения действительно не вижу, но зато движения человеческой души мне более видны, чем вам, — не без задора отвечает оригинальный зритель». Ежегодно 20 ноября во всем мире отмечается Всемирный день ребенка и День педиатра. А еще сегодня День работника транспорта в России. В народном календаре сегодня Федотов день. Обычно к этому времени устанавливался снежный покров и замерзали водоемы. Ледостав, как правило, был долгожданным. Он означал, во-первых, начало подледной рыбной ловли, а во-вторых, что гораздо важнее начало путешествий по заледеневшим рекам. Реки льдом покрылись, зимние дороги открылись, говорили наши предки. Этими другими событиями был интересен в истории 20-й день последнего календарного месяца осени. Прекрасного вам настроения и удачи в делах!